Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рада встрече с дорогой моему сердцу Сербии. Прилетел ко мне юный, быстрокрылый ангел, сообщил, что вот, будешь наступать перед сербским народом, и я счастлива. Быть с вами. Тем более, что то, чем я занимаюсь, начиналось у вас, дорогие народи, в Сербии. Я занимаюсь керлерографией. Исследованием невидимых человеческих полей с помощью особого прибора, керлерографской камеры, которая выглядит следующим образом, дорогие. Вот в этот рукав вставляется рука, и делаются фотографии то ли пальцев, то ли камней, то ли растений. И особенность этого прибора в том, что благодаря тому, что в нем установлен очень мощный генератор и низкая амперность тока, на пленке чувствительностью 3000 единиц регистрируется то, что мы с вами не видим в нашем физическом зрении. Мы с вами не видим аурух, а она реальна. Мы с вами не видим различные существа и структуры вокруг нас, а они реальны. Мы с вами не подозреваем, что рядом с нами и нашими детьми после молитв находятся ангелы, а они реальны. То есть, дорогие мои, не знали о том, что происходит невидимо вокруг нас, мы не видим ни половину, а гораздо больше половины той жизни, в которой она с вами живет. То есть, по сути дела, без знаний о невидимом мире мы слепы и мы без защиты. Но будем чуть позже. Дорогие мои, ваш земляк, замечательный ученый, человек, опередивший время, Никола Тесла, положил начало тому, чем я занимаюсь. В 1898 году он сделал первый снимок ауру, первый в истории человечества. Это был смертельный эксперимент. Но он все рассчитал. Значит, на эбонитовую доску, помещенную на очень мощный в миллион вольт генератор, была поставлена эбонитовая доска, и на эту доску забрался Никола Тесла. Сзади него, позади него был экран белый, и сделали снимок, пропустим сквозь него в низкоамперный ток. И в результате человечество в 1898 году, 121 год назад, получило первый снимок ауру. После Никола Тесла было много ученых и исследователей, которые пытались унифицировать съемку человеческой энергии. Их было много замечательных ученых. Но наиболее удачный прибор, вот тот прибор, который я вам показываю, который я вам показывала, сделал Семен Давыдович Кириан. И в 1939 году он запатентовал этот прибор. Такова история, открытие. Семен Давыдович ремонтировал медицинские приборы. И вот однажды у него оказались вместе, в ремонте, и рентгеновские аппараты, и ВЧ-аппарат. Он решил их запараллельить. И сделать съемку. И на рентгеновской пленке он получил не изображение костей, то, что обычно фиксирует рентгеновская пленка, а он получил излучение вокруг пальца. Вот так Семен Давыдович через, считайте, 41 год получил прибор, который стал более унифицированным, удобным, легким в использовании. Семен Давыдович был очень увлеченным человеком. И вместе с женой, ну, в буквальном нищете, без финансовой поддержки того-либо. Он провел исследование, унифицировал свой прибор. Этот прибор еще при его жизни стал авторитетным в мире. Стали пользоваться ученые. Когда моя семья эмигрировала в Америку, я об этом приборе знала. Ну, в России он был у меня недоступен, продажи их не было. В общем, мечтать об этом приборе я мечтала много лет, но приобрела его в первый же год пребывания в Америке. Мы сюда прилетели в 1995 году. Мы в конце июня прилетели, в августе у меня уже было как рыба. И я начала экспериментировать. Что значит экспериментировать? Я врач. И, кроме того, я владею народными методами цивительства. То есть то, что в Америке называется хиропрактом, в России называется мануальная терапия, различными методами массажа. Очень полюбила я камни из детства. И вот это все, вот этот весь замечательный ареат мне предстояло исследовать. Ну, вот так сложилась замечательная моя судьба. И мне в руки, как говорится, Господь дал уникальный прикор. Кирлиановскую камеру американского производства, фирмы «Пантеон Ресерч». И это был неплохой аппарат. Но в лет тысячевтом году мы поселяемся в тот дом, в котором живем сейчас, в котором проходит съемка. И у меня сломался обычный фотоаппарат. Но денег еще было совсем мало. Покупать новые. Еще было не за что. Я стала искать человека, который бы не был. Что-то лимитировал. И мне указали вот на этого человека, Виктора Рубеновича Микертунова. Это оказался уникальный специалист с настолько удивительным талантом исследователя, конструктора и мастера на все руки. То есть он не только делал конструкции различные, причем он инженер или тройщик, он эти конструкции собирал своими руками. Вот я к нему пришла с обычным фотоаппаратом с просьбой его ремонтировать. Он меня спрашивает, зачем вы занимаетесь? Я говорю, фотографирую ангела. Он говорит, а как? Рассказываю про прибор. И он мне говорит буквально 10-15 минут, на которые он мне говорит, я говорю, за стоя здесь. Дайте мне какое-то творческое задание. вы понимаете, я понимаю, что этот аппарат сложный, и тут человек не заявляет дань творческое задание. Я в недоумении, не знаю даже, что ему сказать. А он мне говорит, хотите, я ваш аппарат модифицирую? Конечно, хочу. В общем, друзья, Виктор Убедович модифицировал кирганговский аппарат. Сделал его из электрического электрона. Изготовил много аппаратов для России, которые в Радославе и работали параллельно исследователи в России тоже. И так началась наша творческая дружба, которая длится по сей день. И по сути дела, у меня на сегодняшний день я под 45 книг. Ну, мне самой даже неловко говорить, это уж слишком много. Но их так много именно благодаря тому, что у меня есть Виктор Убедович Микотин. Значит, я пишу, днём пишу книги, вечером веду к Виктору Убедовичу, он мне помогал ещё и на компьютере печатать. Он же обрабатывал и вставлял снимки. То есть, понимаете, в той творческой работе, которой я занималась, большая часть Виктора Виктору, Бальдовича Микотиномова. И я считаю, что это не мои заслуги. Это его заслуги в том, что произошло в моей жизни, что мне удалось наснять и довести до вас, мои дорогие. по ходу дела, по ходу жизни образовывались очень интересные контакты. Значит, в 2002 году я познакомилась с удивительной женщиной. Вернее, вначале я познакомилась с Конституцией новой человечества. Эта Конституция уникальный документ. Уникальный, потому что это замечательная женщина у меня на другом экземпляре ее фотография. Значит, эта замечательная женщина создала новый документ, актуальнейший, важнейший для всего человечества. Вы же знаете, мои дорогие, что Конституции разных стран базируются на главной Конституции, Конституции человечества. Так вот, предыдущая Конституция, так называемая Хартия Вольностей, была ратифицирована, то есть признана общечеловеческим документом в 1948 году. Но тогда, мои дорогие, не было тех преступлений экологических, которые мы имеем за последние 60-70 лет. то есть моменты, связанные с экологической преступностью, в старых Конституциях не прописаны. Что получилось? Что человечество отравлено, земля отравлена, отвечать некому, потому что нет законов, предусматривающих ответственность за разрушение земли и земля. Новая Конституция, вот эта Конституция, предусматривает ответственность за экологические преступления. И кроме того, друзья, здесь много новаций, я остановлюсь на главных двух. И кроме того, мы с вами живем в мире, в котором постоянно идет движение науки, идут открытия, которые бесконечно важны для человеческого мировоззрения, для улучшения качества жизни человека, его сознания, его духовности. А школа, школьные программы отстают на 30, 40, 80 лет. То есть, как бы заранее, готовя специалиста, мы готовим специалиста с знаниями прошлого, а не настоящего. Так вот, вот эта замечательная Конституция предусматривает минимальное отставание знаний в сфере образования от тех знаний, которые наработаны наукой. Ну, вы понимаете, вот это сами положения Конституции, а вот это доктрина ноосферной цивилизации. Вы видите, какая тоненькая книжечка? А вот и сама Любовь Сергеевна. Вот она. Красавица, умница, гран-доктор философии, кандидат технических наук, лауреат государственной премии в области лазерных технологий, замечательная певица, лауреат конкурсов романса и удивительный человек, который возглавляет это движение уже около 30 лет. Так вот, с Любовью Сергеевной нас свели кирляновские снимки. Почему? Потому что мы с вами говорим, что невидимый мир реален, люди об этом говорят сомнением, с улыбкой. Ну а где доказательства? А доказательства вот они. Вот они доказательства. Кирляновский аппарат дал возможность получить эти доказательства. Наработав множество снимков и поняв, что я, так сказать, набрела на что-то очень важное, я стала писать книги. Книги на разные темы. И прежде всего меня волновала и интересовала тема лечения народными целителями тех заболеваний, которые врачи не могли лечить. Было непонятно. Ну вот, пациент испугался. Рыжая пришел к бабульке, она что-то пошептала, колосками поводила, свечкой повела, лицом вытекала болезнь покойки. Ну, мы же грамотные люди, мы же понимаем, что не может быть, чтобы здесь не было какое-то воздействующее начало. И вот это все мне предстояло в течение моей исследовательской жизни разобрать, убедиться, понять, для того, чтобы рассказать вам. об этом многие мои книги, дорогие мои. В реале сегодняшняя наша встреча сможет все охватить, но очень много моих материалов находится на Сангейтс радио на Ютубе. И любой желающий, ну, в основном материалы на русском языке, есть на английском языке, фильмы для детей и родителей под названием «Окно неведомое», вы сможете познакомиться. Ну, у вас есть замечательный переводчик «Вилка», которая в том числе перевела и мою книгу на сербский. Вот она с названием на сербском. И я думаю, если будет заинтересованность большая, то «Вилка» найдет возможность либо сама перевести, либо поручить кому-то это сделать. И вот, дорогие мои, я хочу продолжить разговор опять о вашем земляке. Значит, я давно дружна с большим ученым. Он кардиолог по профессии, доктор наук. Зовут его Александр Васильевич Трофимов. Он в Новосибирске руководит НИИ космической антропоэкологии. Это институт, который изучает, исследует воздействие космоса на здоровье человека. Создан этот институт Влаилием Петровичем Казначеевым около 30 лет тому назад. К сожалению, Влаилием Петрович недавно ушел, ну, вот, буквально 1-2 июня в Москве был такой очень представительный симпозиум, в котором участвовала ваша землячка Милка, вот, и я тоже участвовала в этом симпозиуме, а участвовала вот с чем. Значит, Никола Тесла подал сигнал из космоса. Связь существует, друзья. Верьте в это, не верьте в это, связь существует. В общем, Никола Тесла подал сигнал с просьбой ту башню, которую он построил в Америке. Вот территория лаборатории Никола Теслы в Лонг-Айленде. И здесь вот позади вот тут стояла башня огромная. Эта башня вырабатывала электричество. это был беспроводной ток. Вы, наверное, все читали и знаете, что он беспроводным образом освещал несколько ночей Нью-Йорк. Это было удивительно, это было поразительно, это было. Но мощь этой башни была столь высока, что власти и я не знаю точно согласия или без согласия Никола Теслы эту башню сносят в 1913 году. И вот в 2017 году Никола Тесла, то есть спустя 104 года, из тонких миров обращается к ученым с просьбой реанимировать, воссоздать башню в тонком мире. Воссоздать ее силой мысли. Ну, поймите, друзья, брандиозность и масштаб этого эксперимента. И этот эксперимент поставил Александр Васильевич Трофимов. Он задействовал меня. Таким образом, значит, он пригласил меня, чтобы я снимала на Кирляновском аппарате, чтобы я снимала то, что будет происходить. То есть нужно было зафиксировать невидимый план происходящего в результате работы мысли 104 участников по всей Земле, которые принимали участие в эксперименте. Как проходил эксперимент? Значит, мы встретили в аэропорту Александра Васильевича и приехали вот сюда. Мы приехали без 15 и 9 утра. эксперимент был назначен на 9 утра синхронизированно по всему земному шару. То есть подключились все его участники к эксперименту в 9 утра. Без 5 и 9 я делаю снимок. Вот вы видите мой кирляновский аппарат. Я делаю снимок и вот этот снимок. Вот этот снимок. Значит, ну тут вы понимаете, это копия, очень хорошее качество. Оригинал снимка находится в Новосибирске в институте. Но на этом снимке видна наша аура разная. И внутри ауры видны лица. Одно из лиц очень похоже на лицо Никола Тестер. Очень похоже. В общем, в 9 утра я сделала вот этот снимок. В 9 15 утра я делаю повторный снимок. Вы видите, здесь только наша аура. 4 кружочка ауры. Когда мы сделали снимок повторный, мы увидели башню, причем по центру этой башни, проходил как бы такой коридор узкий. А знаете, дорогие, что это за коридор? Значит, у башни, под башней Никола Теслы был холодец длиной 32 метра и заполненный жидким азотом. Так вот, башни физически 104 года нет. Мы находимся в стороне даже от того места, где находилась эта башня. Делаем снимок после того, как 104 человека на Земле мысленно воссоздали эту башню в космосе и башня регистрируется на снимке. Через 15 минут и вот этот вот колодец дает нам ну как бы неопровержимое доказательство того, что здесь заснялась невидимую в башне Никола Тесла. Параллельно с нами в Нью-Йорке фиксировал на своих удивительных приборах, что происходило в атмосфере замечательный ученый Марк Семенович Клинкер. Это он и рядом с ним его уникальный прибор. уникальный прибор уникальный прибор, который нам позволил провести бесконечной варности эксперимент. Я вам сейчас расскажу, что это за эксперимент. Но чуть-чуть похоже. Давайте мы закончим с экспериментом с башней. Значит, когда я вытащила снимок из аппарата, ну, я поняла сразу, что у нас заснялось, и у меня брызнули слезы из глаз, ну, плачу от радости. И внутри меня звучит голос Теслы, чего ты плачешь? Не плачь, говори, ты сейчас возле моей земной лаборатории, а когда ты сюда придешь, вот когда я тебе покажу настоящую, интереснейшую лабораторию. Ну, в общем, вот так вот мы с ним поговорили, он меня постарался успокоить, и сказал, что мы очень довольны вашим экспериментом, и вы за это будете вознаграждены. Вот, дорогие мои, какой, какой мостик, смотрите, первая съемка ауры в 1898 год. Череда ученых, исследователей, которые работают над возможностью фотографии ауры. Изобретение практичного аппарата в 1939 году. В 1995 году прилетело в Америку. И вот 24 года я занимаюсь этими исследованиями, наработан очень большой материал. И когда я наработала уже более тысячи снимков, я отобрала 300 снимков. Ну, я понимала, что это ценно. Ну, я не ученый, не физик, не биофизик, для того, чтобы оценить их качество, их важность и все такое. И я отправила эти снимки на экспертизу крупнейшим биофизикам современности. Это Анатолий Евгеньевич Акимов, который возглавлял Российскую Академию Естественных Наук. Это академик Виктор Михайлович Мюшин, завт кафедры биофизики Казахского университета. Это чей единственный человек в мире, который защитил диссертации по кирлянографии. Она до сих пор одна. Виктор Георгиевич Адаменко переехал в Грецию, сейчас его уже, к сожалению, нет. Но я вам что хочу сказать, что вот как распоряжаются провиденциальные силы, как они направляют людей увлеченных и устремленных и создают им такие условия, чтобы они могли проводить исследования. Вот видите, я понимаю, что те условия, которые созданы для меня, они созданы не столько для меня, сколько для того, чтобы через меня эти знания пришли к людям, пришли к вам, пришли к детям. и я вам хочу сказать, что сейчас мы на той фазе, когда эти знания действительно уже, можно сказать, нашли дорогу к людям. Книги мои издаются и переиздаются. В настоящее время в России продается 8 наименований моих книг на совершенно разные темы. Они не об одном и том же. Вот. и в работе скоро еще будут изданы 4 очень важные и интересные книги. Но, кроме того, меня судьба сводит с удивительной женщиной. Это Ольга Александровна Геляевская. Она глобик, она журналист, она филолог и колоссального интеллекта человек, которая ведет программы на Ютубе. Программы ведет буквально 3-4-5 раз в неделю. Когда я вышла на ее фильмы, я поняла, что это мой человек. У нас совершенно одинаковое мировоззрение и душевный порыв передать людям знания. В общем, мы с ней объединились. И теперь работаем вместе и на ее канале. И пишем книги вместе. Сейчас покажу, дорогие. книги и вот наша книга. Наша общая книга, которая содержит интересные, важные знания и по целительству, и по метафизике, и по помощи раковым больным. Вы видите, вот эту книгу я издала в Америке, и вы видите, какая чудная полиграфия, на обороте икона Божьей Матери Всецарицы. Этой иконе молятся тогда, когда у людей онкологические проблемы. И, дорогие мои, кириллионография позволила нам понять, что связь человека с высшими это не какие-то такие роскости. Это связь совершенно реальная, потому что по молитвам смотрите, дорогие, что происходит. Я вам сейчас покажу. Дорогие, на этом снимке вот здесь вот аура исходная, то есть аура, с которой ко мне человек пришел. Молитву он не знал. Я ему даю тексты молитвы. Здесь он прочел три христианские молитвы. Здесь он прочел три иудейские молитвы. Здесь он прочел три исламские молитвы. Что мы с вами видим? Мы с вами видим, как уплотнилась аура. Какой она стала красивой. Вот эти лучики, которые мы с вами видим, это лучи ауры, называемые стримерами. Но знаете, друзья, что это такое? Это наши космические антенны. Вот мы с вами встречаемся, общаемся, наши лучи входят друг в друга. Таким образом происходит наше соприкосновение и не только друг с другом. С растениями, с камнями, с цветочками, с любыми атрибутами, с кулоном, с браслетом. Всё излучает. Причём очень важный момент. Бог создал нас в единстве с растениями, камнями, ангелами и элементальными существами, духами природы, духами, которым когда-то поклонялись язычестве и которые реальны. Но язычество было отринуто, появились монорелигии, окей, так вот хотя бы монорелигиями. Если человек молится, уже у него становится лучше. Но если человек в своём понимании, в своей толерантности, в своём любящем отношении к окружающим, вне зависимости, какого у них цвета кожи, какая у них раса, если он понимает, что Бог один, а кругом все говорят Бог один, но религии противопоставляют. Так вот, если он понимает и читает молитвы разных религий, то смотрите, что происходит с его аурой. Вы видите, здесь у нас дырявое поле, здесь у нас аура улучшилась, но ещё не такая красивая. Здесь у нас уже симметричное, красивое, многослойное поле. У нас здесь видно три слоя ауры. А здесь мы видим уже четыре слоя ауры. И мы видим с вами вот эти существа гармоничные. Это ангелочки. Откуда я взяла, что это ангелочки? Значит, существует такой метод определения качества энергии, позитивные и негативные, биолокация. Вот это инструмент, биолокационная рамка. У многих людей этот инструмент работает, но надо научить их этому. Так вот, меня этому учили очень давно, уже лет сорок тому назад. Я много лет не расстаюсь с этой рамкой. Вот с помощью рамки я могу определить, это позитивная структура или негативная. Вот я мысленно задаю вопрос. Вот передо мной позитивная структура, если позитивная, то рамка крутится в плюс. Если негативная, то в минус. Вы видите, рамка вращается в плюс. А теперь я вам покажу другое. Значит, смотрите, к сожалению, есть огромное количество раковых и демонических структур. Вот это вот, не детализируя, потому что у нас с вами времени не хватит, на это нужны десятки часов. Но тем не менее, вы видите, какие разрушенные ауры, какие неприятные сущности на них запечатлены. И вот, допустим, мы спрашиваем, вот это вот аура наркомана. Мы спрашиваем, тут у него прям такая структура, неприятное поле, такая энергия. Вы видите, рамка вращается в другую сторону, в минус. то есть, мы получили кирляновский снимок и мы имеем возможность определить, что на нем позитивная структура или негативная. Мало того, что мы видим эту структуру как реальность, мы еще можем для себя сделать выводы, кто рядом со мной. И не только рядом со мной, но и во мне. Они регистрируются и внутри ауры. Вот посмотрите, сейчас я вам покажу. Вот здесь вот женщина подвергнутая черной магией. Вы видите лицо старухи в ауре? Видно? Видно. А вот здесь женщина, кандидат наук, биолог, ни во что не верящая. Вы видите, у него череп внутри ауры. какая-то сущность, которая не покидает ее. И видите, у нее разорванное поле. Значит, друзья мои, вот комбинация всех этих знаний и умений дает возможность сделать анализ кириллогографии. А зачем нужен этот анализ? Зачем нам нужна аура? Что мы без нее не проживем? Нет, дорогие, не проживем. Или проживем нехорошо и слабо. Аура это наша электростанция. Из нее мы черпаем энергию. Из нее мы черпаем силы. Мы черпаем то, что дает возможность жить нам самим. Но нам же мало жить нам самим. Вокруг нас люди, дети, внуки. Нам же надо отдавать энергию. Нам надо делиться знаниями. Нам надо иметь силы. Нам надо гореть. А чтобы гореть, надо иметь подпитку. А где эта подпитка? Да вот она. Вот она. И вокруг нас, и над нами. Так что нам дала кириллионография? Кириллионография дала нам ключ к пониманию, что такое молитва. Молитва это связь с высшим миром. Через молитву мы приглашаем ангелических существ. Вот вы видите крылатая такая сущность замечательная. Вот вы видите поле женщины, которая молится много. И у нее, посмотрите, у нее не только шикарная, чудесная, широкая аура, у нее еще и звездочки внутри. Вы, наверное, встречали людей, которым хочется прильнуть, с которыми хочется общаться, в которых море обаяния и энергии. Ну, где они ее берут, эту энергию? А берут они ее от того, что они творят добро. Многие из них молятся. Вообще, лица тех людей, которые молятся, они очень отличаются от лиц других людей. Хотя, для того, чтобы иметь хорошую ауру, не обязательно только молиться. Можно быть просто хорошим человеком. Но молиться лучше. А знаете почему? Потому что вокруг нас океан энергии. Но как ее взять? Вот допустим, вы хотите связаться со мной. Что вам приходится делать? Вы набираете номер телефона. На одном конце вы, на другом я, но прежде, чем я к вам вышла на связь, вы должны были набрать номер телефона. Ну, так вот, как с нами выйдут на связь боги ангелы, если мы их не зовем? А оказывает, кодом связи, мостом связи является молитва. Бог нам заповедал молитвы канонические тысячи лет тому назад. Что нам нужно было сделать? Но без кирановского аппарата мы не могли. Нам нужно было провести исследование и убедиться в том, что действительно не было энергии и вдруг она стала. Почему это вдруг она стала? А потому, что мы помолились. А потому, что через молитву нам была передана эта энергия. То есть мы не видим Бога. Мы теперь видим ангела. Бога мы не видим, но мы видим его работу. Мы видим, что происходит. и это все дело нескольких буквально секунд получить такой снимок. Значит, я вам хочу показать, что очень сильна коллективная молитва. Очень сильна. Вот видите, место, где звездочка. Это такой ангел. Это такой ангел, который появился после коллективной молитвы. То есть, друзья, нам всем говорили и говорят, коллективная молитва лучше. А чем она лучше? А вот мы теперь с вами видим, чем она лучше. А еще, дорогие, люди знают, что надо молиться о себе. А вот смотрите на этот снимок. Внизу вы видите женщину, которая произнесла три молитвы о себе. Вот здесь внизу. А выше она помолилась за пациентов своих, которые лежат в Норсенхоме, на медцитрам Норсенхоме. Вы видите, насколько мощнее Ишили стала ее молитва, ее аура. И это все буквально за полторы минуты. Вы понимаете, какой силой обладает молитва. А почему к нам без молитвы не приходят ангелы? Почему? А потому, что они не имеют право. Существует космический закон, который гласит, зов заставляет ответить. Так вот, молитва наша является нашим зовом к небесам. Что происходит, когда мы молимся? Каждый из нас имеет квантовое поле, энергетическое поле. Ну, мы с вами это уже смотрели, сейчас еще посмотрим. Ну, допустим, вот здесь вот. Это наше энергетическое поле. Чем оно насыщено? Оно насыщено мельчайшими частицами энергии. Что такое человек и его мышление? Что такое повторение молитв? Это изменение вибраций поля человека. То есть наши частички вибрируют на определенной длине и частоте. Когда мы молимся, длина и частота вибрации изменяются в соответствии со звукорядом, который мы повторяем. И что происходит? Все мы с вами слышали такой постулат. Бог везде и во всем. А где же он, если он везде и во всем? И у меня тоже в молодости я агитировала бабушку с дедушкой против того, чтобы они ходили в синагогу. Что вы туда ходите? Что вы там время теряете? Там жалище, там скопище людей. А после определенных праздников положено встречать родителей синагоги. Ну, я ходила встречать бабушку и дедушку, видела, что там делается. Мне их так было жалко от того, что там жалище, духотища, а они сидят и молятся. Так вот, я не понимала, если Бог везде и во всем, почему же мы его не видим? Но тогда не было знаний и представлений о том, что наши глаза видят далеко не все. Кванты нашего поля настолько малы, мы же не видим авру. Аппарат фиксирует авру за счет особых свойств своей конструкции, и за счет чувствительности пленки. 3000 на земле более чувствительной пленки нет. Так вот, благодаря этому, друзья, благодаря гению Никола Теслы, Семена Давыдовича Кирлиана и Виктора Рубеновича Микертумова, последнего моего друга и соратника и помощника, стало возможным объективизировать то, что считалось мифом, сказкой, мистикой. Никакая не сказка. Это просто невидимая нам физика тонкого мира. И невидимая, и еще не исследование. Мы только на первых подступах к этому миру. И замечательные друзья, которые на моем пути встретились, Марка Семеновича Клинкера я вам показывала, вот, и его прибор, дали возможность перейти ту черту, которая не давала людям поверить, в то, что высшие существа реальны. Значит, прибор Марка Семеновича, называемый Севатроник, есть на интернете, кто интересуется, Севатроник, и профессор физики Марк Семенович Клинкер, есть небольшой фильм, он показывает, как он работает. Значит, как работает этот прибор. У этого прибора такое вот есть плато, которое устанавливается над головой. Устанавливается над головой, ты сидишь, и, допустим, мы проводили такие эксперименты, я читаю молитвы. Вот эта часть прибора связана с другой частью, и идёт запись компьютерного графика. И что показывает компьютерный график? График показывает, что в начале эксперимента, когда я начинаю читать молитву, энергия от моей головы идёт вверх. 30 секунд. На 31 секунде мы уже получаем ответ. То есть вы понимаете, стоит нам обратиться с молитвой, только обратиться. Мы ещё весь текст не сказали, а на 31 секунде мы уже получаем ответ. Вот откуда вот эта замечательная энергия, эта расширяющаяся аура на кириллановских снимках. То есть в этом нет мистики, в этом было незнание. Теперь это знание есть, теперь это знание пришло к людям. И вот смотрите, как высшие силы выстраивают дорогу. Значит, вначале меня связали вот это Александр Васильевич Трофимов, который руководит новосибирским НИИ космической антропоэкологии. Это вот 2017 год, 26 июня, когда мы проводили этот опыт. И вот здесь вот смотрите, вот тут очень красивый памятник Никола Тесле. Вот здесь вот он, отлитый из металла, такой изящный, очень красивый памятник. И это на деньги Сербии его отлили и установили здесь. Мелкая Крисольжа прилетела в Америку и увидела запустение. Лаборатория была в разрушенном состоянии. Памятника не было, территория была заросшая, неухоженная. В общем, Милка тут подняла, так сказать, шорох и сказала американским властям, если не наведете порядок, мы сами выкупим эту территорию и приведем ее в порядок. Это историческое место на земле, это дань памяти великому ученому, которая, так сказать, не организована должным образом в Америке. В общем, благодаря ей навели порядок. Здание сейчас прилично смотрится и вот здесь вот тут плохо видно, это вот забор, огорожено забором, а вот тут вот стоит стенд, и на этом стенде как раз видна башня Теслы, которая была снесена в 1913 году, и вот на этом столике мы снимали вот эти замечательные кадры, которые смотрели и анализировали. Значит, друзья, пишу я книги, выступаю на американском телевидении, русскоязычном, выступала в России на телевидении, вела 8 с половиной лет, я вела программы на русском радио Америки, назывались эти программы «Окно неведомое», устраивала встречи для нью-йоркцев в гостиной, тут у нас есть такое радио Дэвидсон, ну, в общем, как могла популяризовала. И, наконец, в 2018 году меня судьба сводит вот с этим замечательным товарищем, который живет в Чикаго и которого зовут Майкл Мелехов. Этот товарищ 30 лет назад эмигрировал из Минска. Очень талантливый человек, человек пытливейший, который побывал во многих странах мира, учился в Индии, и побывал в Тибете. В общем, сокровищница. Но, как говорится, людей, владеющих знаниями много. Что он решает? Он решает организовать международный центр познания. он его организует. Ну, вы понимаете, что это не перспективно финансово организовывать такие центры с нуля. Так вот, с нуля он создает этот центр. Сейчас в этом центре более 16 тысяч подписчиков. Фильмы выставляются ежедневно на Ютубе по по-нескольку фильмов. И вот меня судьба забросила в орбиту внимания этого человека. И мы с ним проводим сейчас почти стабильно в неделю две программы. Одна программа это молитва, которая подсоединяется люди со всех стран мира русскоязычные. И мы молимся за разные моменты в жизни человеческого сообщества. И одновременно проводим эксперименты. Это тоже всё отражено на сайте, который называется Сангейтс Радио. Вот это лого Сангейтс Радио легко найти в интернете. Русскоязычный вообще это не представляет труда найти на интернете. И зовут этого человека Майкл Мелехов. Далее друзья мои. Значит более 15 лет меня связывает дружба вот с этим человеком. Это ректор старейшего в мире университета. Львовский университет основанный Григорием Сковородой Григорием Сковородой в 1534 году где-то. И этот замечательный университет это не только учебное заведение которое даёт профессиональные знания. Это заведение даёт ещё и метафизические знания. И можно сказать оно единственное на территории Украины и бывшего Советского Союза. В общем меня с Ярославом Михайловичем Кмитом связывают уже лет 15 дружбы творческой. Я книги мои посылаю туда для студентов. Мы общаемся по телефону и вот в прошлом году он мне предложил давай мы тебя возьмём в профессуру. Есть такая опция когда за объединённый вклад в науку в просветительство за многие книги человеку присваивается звание почётного профессора. В общем мне присвоили звание почётного профессора. Вот это удостоверение. вот и дорогие мои с февраля по-моему нет с 2 апреля 2 апреля сего года я почётный профессор. И дорогие что мы надумали совместно с Ярославом Михайловичем и Майклом Меликовым мы создаём по сути дела создан международный центр просвещения и воспользоваться знаниями которые предлагает этот международный центр может каждый жить в земле. У нас есть материалы на русском на украинском у нас есть 4 фильма сняла для детей и родителей ну вы понимаете как важно это знать и теми другими допустим если мы начинаем работать только с детьми а родители этого не знают ребенок пришел домой это знание столь нетрадиционное необычное что это может вызвать конфликт в семье и непонимание поэтому эти знания нужно давать и детям и родителям и кроме того эти знания могут очень сплотить детей и родителей и смотрите что что происходит каждый из нас имеет защиту в виде родителей так окей наши родители могут нам купить одежду могут нас накормить обеспечить бытовыми условиями но стоит нам выйти на улицу встретить хулигана или просто не того кого нужно и что ведь очень часто у них бывает очень приличное лицо и манера то есть обмануть любого ребенка сложности не представляет или заманить наркотиками или преступники заманивают конфетой находят способы привлечь ребенка у ребенка нету знаний кому идти с кем общаться от кого отгородиться и у него нет защиты практически потому что родители его могут защитить в его доме а дальше он без защиты но у него есть небесная защита о которой он не знает и наша задача эту небесную защиту ребенку открыть показать рассказать и не только показать и рассказать но и научить как все это использовать на практике для себя для своей жизни для окружающих молитва детей в 10-15 раз сильнее молитвы взрослых то есть вы молитесь за кого-то взрослый человек или молится ребенок разница огромная а кто об этом знает а никто об этом не знает практически написала я книгу книга называется увидеть невидимое жить в дружбе с ангелами и я вам покажу сейчас иллюстрации из этой книги которую сделала потрясающая художница ирина гормашова коттон которая живет в англии проработала в эрмитаже много-много лет значит смотрите благодаря Ирине нам удалось ну не знаю создать или пойти может быть по уже накатанному пути но я аналогов не знаю не видела создать такой вид живописи документально прикладной значит вот перед вами котик видите тут видна даже его аура очень симпатичный который смотрит как бы пространство а вокруг него фрагменты из кирляновских фотографий которые показывают ангелов животных у животных тоже есть ангелы у камней тоже есть ангелы у растений у всех тоже есть ангелы ничто в природе само собой не растет нас всех выращивают помимо родителей земных нас опекают ангелы нас опекают элементалы причем это такая постоянная опека без которой мы не могли бы прожить и минуты воздух нам очищают элементальные существа духи воздуха воду очищают духи воды существуют духи огня которые нельзя злить откуда все это вот сейчас нынешние пожары да мы своим негативом довели до возмущения нашу бедную землю и выход озлобленных духов вот мы с вами люди мы делаем что-то хорошее мы ждем что-то нам скажут спасибо да и нам приятно а они работают на нас миллионы лет а никто спасибо не говорит они говорят потому что не знают что они реальны не знают как они работают на нас не знают что их надо благодарить они все живые и они все слышат у них другое сознание чем у нас но они все слышат они чувствуют нашу благодарность поэтому выйдя на улицу не забудьте поблагодарить духов природы не забудьте поблагодарить солнце не забудьте поблагодарить духов растений духов воздуха дорогие мои это все реальность смотрите ролики я все это рассказываю и рассказываю первоисточники указываю где можно об этом более подробно почитать Потому что мы живём на земле и от нас закрыта такая важная часть жизни, которая скрывалась от нас за завесой. Ведь даже сейчас, ну скажи непосвящённому про ангелов, элементалов, он хихикнет, крутанёт. Понимаете, а это что? Это плоды невежества. Наша задача, узнав о том, о чём идёт речь, приобрести очень дешёвые книжки, которые мои издаются в России, они совсем недорогие. Кроме того, совместно с Университетом Ставропегион, стараниями Ярослава Михайловича Кмита, вышла вот эта замечательная детская книжка. Это из неё иллюстрация, я вам показываю. Она вышла на русском языке. Перевели мы её на украинский язык. Вскоре выйдет она и на украинском языке. Значит, пожалуйста, дорогие, я с удовольствием в любую страну, любому желающему предоставлю электронный текст. Переводите, доводите до ваших школ, до всех людей, взрослых и маленьких. Эта книга рассчитана на детей от 4 лет. Значит, в этой книге я показываю и ангелов человека, и ангелов животных. Вот это мой портрет с ангелами вокруг меня, любимыми ангелами. Я вам хочу показать это и показываю, и через книгу доложу, насколько это реально. И это не то, что там одна-две, у меня тысяча фотографий. Просто, ну, нет возможности это всё перелить, переложить литературу. И хотя я очень стараюсь, я боюсь уйти и не передать это всё. Значит, смотрите, мои родные, вот это вот потрясающе красивое, посмотрите, какая симметрия ангелы растений. Вот это вот одуванчик, который нарисовала художница Ирина Гармашова-Коттон. Посмотрите, какая нежность. И какая нежность и симметрия в документалистике. Вот она, невидимая живопись природы. Любую живописную картину пишут часами. Вот эта живопись регистрируется за полторы-две секунды. Это не рукотворная живопись. Это то, что есть, но то, что мы с вами не видим. А представьте себе, насколько бы изменилось отношение людей к растениям, если бы они понимали и видели, что каждое растение выращивают родители-ангелочки, они бы не стали бездумно рвать цветы, листики. И вот я показываю, друзья, очень интересный наглядный эксперимент. Значит, смотрите, вот это герань. У меня дома росла герань красная. Значит, вот из этого соцветия я отрываю один цветок. Видите? Аура растения прекрасная. Я цветок много раз вот так вот поставила на объектив. И вот заснялась группа цветочков. Все, как говорится, сияют. Дальше я сняла этот первый цветок. Потом я сорвала второй цветок. Сняла его. Видите уже, насколько слабее аура. А вот здесь буквально 2-3 минуты прошло. Я сорвала третий цветок. Я сняла его. И тут уже почти нет энергии. То есть за несколько минут, сорвав цветок, я лишила растения энергии. То же самое происходит, когда мы идём, листик сорвали. Мы идём, цветок сорвали. И что мы сделали? Мы разрушили ауру растения. Оно восстановится. Но зачем же ему тратить силы на то, чтобы восстанавливаться, когда все его силы уходят на то, чтобы продуцировать кислород для нас? Значит, нам добро, а мы вслепую вот так вот наказываем на базе нашего невежества благороднейшие, преданные нам существа растения. Далее, дорогие. Я показываю деткам, как важно молиться. И я им показываю, почему важно. Вот здесь я им показываю ауру детей, которые молятся. Вот здесь вот. А здесь я показываю ауру детей, которые не молятся, которые испуганы. Вы видите, как она разрушена. Какие негармоничные сущности внутри ауны. То есть, стоит нашей ауле разрушиться, как в неё лезут демонические существа. Их очень много, друзья. И они, они всегда голодные. Им всё время нужно что? Наша энергия. Поэтому, если аура наша дырявая, они входят в наши поля и особыми приспособлениями откачивают нашу энергию. Значит, какая наша задача? Чтобы не быть съеденными. Чтобы была вот такая аула. Чтобы была вот такая аула. А как она может такая стать? А она может такая стать, если мы молимся. Молиться надо три раза в день по семь молитв. Почему? Наша аура имеет ближайшие к телу семь слоёв. Когда мы с вами произнесли одну молитву, мы зарядили один из слоев. Но у нас же их семь. Когда мы произносим семь молитв, то тогда подзаряжается всё наше поле. А зачем нам эта энергия? Это энергия жизни. Каждый физиологический процесс протекает энергозатратно. Значит, постепенно та энергия, которую мы обрели за семь молитв, она израсходуется. И нам нужно эту энергию восполнять. Поэтому существует правило троекратных молитв в день. А в исламе даже пять-шесть раз. И обратите внимание, у мусульман глаза горящие, насыщенные энергией. И у человека молящегося глаза тоже излучают. Значит, как определить человека, у которого порча, у которого не хватает энергии? Его глаза не излучают. Его мимика не соответствует глазам. Допустим, он улыбается, а глаза не улыбаются, глаза стоят. И это очень плохо для самого человека. Если бы человек вот всё знал, то, о чём мы с вами говорим, никто же сам себе не враг. И получается, что с детства мы получаем много знаний. И в детстве особенно мы впитываем как губки. Так вот, если дать эти знания, они уже практически готовы. Всё есть на интернете. Есть четыре моих фильма для детей, «Окно неведомое». Есть вот эта книга, о которой мы с вами говорим, детская. Она будет сделана как фильм. На русском и на украинском языке. Опять же, перевести её никакой проблемы нет. И всё. И мы вооружим наших детей, наших взрослых, этими важнейшими знаниями. Сейчас на рассмотрении в Министерстве образования Украины находится вопрос о внедрении этих знаний в школы. Я жду, не дождусь решения. Это цель, это мечта жизни. Чтобы это случилось. Простите, дорогие. Значит, что ещё я вам хочу сказать. В этой же книге у нас чудесные снимки. Чудесные снимки камней. Вы видите, здесь друзы аметиста и цитрина. И вокруг них тоже ангелы и духи растений. Дорогие мои, это мир, который мы с вами откроем во имя того, чтобы селиться с ним. Селиться и поблагодарить его. И стать к нему ближе. Мы созданы в одно и то же время. Как бы в единстве люди, ангелы и элементалы. Вот про людей мы знаем. А про ангелы и элементалов нет. Ну так вот, мои дорогие, несите эти знания людям. Теперь они доступны и они наглядны. И вы же понимаете, что когда человек видит не картинку, а фотографию, он понимает, что фотография же не нарисованная. И это для него звучит и выглядит убедительно. Я с детства очень боялась смерти. Ну и самой не хотелось умирать, и не хотелось, чтобы умирали близкие. Вот вечером ложусь спать, а у меня перед глазами, в голове мысли, там, бабушка больная, дедушка, я их очень любила. И вот этот вот страх их ухода мучил очень долгие годы. А кирляновская съёмка показала, что смерти нет. Мы продолжаем жить. Мы продолжаем жить не в физическом теле, а в тонких энергетических телах. Аура с нами, а то что же энергетическое, живое тело? Мы её просто не видим. Так мы не видим наших близких, которые, уйдя в иные миры, находятся рядом с нами. И я сделала специально главу в этой книге о том, что смерти нет, и показала образы, человеческие образы, заснятые кирляновской камерой. То есть, ну, никого нет. А на кирляновском снимке видны лица. То есть, нету смерти, мои дорогие. И об этом тоже деткам надо рассказывать, чтобы у них не было страха. Может, они и не обо всём говорят, а внутри себя этот страх присутствует. Ну и, дорогие, вот ещё. Все любят гальки. Речную гальку, морскую гальку. Собирают её. Любят в руках её перебирать. А почему, мои дорогие, это интуитивно мы делаем? Потому что камни излучают, они нас напитывают энергией. И если ребёнок играет с галькой, то активизируется его мозг, потому что мозг у нас на кончиках пальцев. Мы воспринимаем энергию камней, мы интенсифицируем развитие мозга. Столько нюансов, столько важного в этом знании, что мне, вам дорогие, в этом коротком фильме трудно передать. Но на страницах Самгейц-радио вы очень многое найдёте. И камни – это особое создание. Они живые. Они излучают. Мои друзья провели съёмки. Я им послала живоды. Вот это вот живоды. Их в природе много, и они очень красиво и интересные. Я вам сейчас ещё покажу. Так вот, эти камни излучают. И когда фотографию делаешь, то видно, как отрываются сгустки плазмы от них. Эти камни лечебные. Значит, что происходит? Вот смотрите. Вот смотрите. Вот смотрите. Сейчас я померю мою энергию. Сколько у меня энергии? Ну, я вооружённая. На мне тибетский агат очень сильный. Сейчас я вам покажу. Ну, энергия большая. И браслет у меня энергетичный. Дорогие, давайте теперь я сняла с себя украшение. Давайте посмотрим, какая у меня энергия без украшений. That's it. Пять оборотов. Это неплохо. Но для интенсивной работы отдачи этого мало. А теперь я беру вот этот маленький эжиотик. Маленький, казалось бы, невзрачный эжиотик. И кладу на сердце. Вы видите, что происходит? Это неимоверно. В это трудно поверить. Значит, во-первых, когда рамка вращается вот так вот, ну, допустим, я сейчас смотрю энергию этого камня. Это понятно. Но когда она начинает вращаться вот так, она преодолевает гравитацию земную. Вы понимаете? Значит, действительно, рамку вращает ангелическое существо. Почему ещё я вам говорю об этом? Дело в том, что жизнь меня сталкивала со многими людьми, которые видят поле. И они видят, что над рамкой находится световое облако. световая сущность. Я задаю вопрос, я задаю вопрос, какая энергия у этого камня? Я же не знаю, какая энергия естественна у этого камня. Значит, мой ангел или архангел получает информацию с хроника каши и через вращение рамки мне подсказывает. Значит, заранее я договариваюсь с моими учителями, с моими ангелами. Если энергия позитивная, вращается рамка по-часовой. Если негативная против часовой, иначе если она болтается туда-сюда, ну, что можно знать. Так вот, дорогие мои, эти все камни потрясающие, они удивительно лечебные. Почему? Потому что они излучают энергию. Что такое камень на нас? Это поле камня слилось с нашим полем. то есть вот это вот интенсивное поле вошло в наше слабое поле и они стали единым целым. То есть вместо того, ну, я, как говорится, не могу вам этого советовать, но поверьте мне, что я давно нитроглицерин заменила камнями. С возрастом, конечно, все приходит в определенные качества болезненности. Значит, если мы кладем на сердце вот этот камень, если мы кладем его на голову, если мы кладем на глаза, на глаза есть особые камушки, вот это вот агатики, которые снимают за 2-3 минуты напряжение с глаз. Ну, вот сейчас я двумя руками подержу и вы посмотрите, что делают эти камешки. Вы видите, что делается? Значит, моя энергия была 5 оборотов. Я положила эти камешки на глаза. Эти камешки агат. Такой серенький агат. в агате 75% кварца. Кварц, СО2 это основа всего. Песок тоже у нас СО2. Из песка образуется кварц. А знаете, как образуется? Значит, в иных мирах сейчас живёт крупнейший учёный российский Евгений Александрович Ферст Ферсман. И вот я задаю вопрос Евгению Александровичу Ферстману. Как образуются камни в природе? И знаете, что он ответил? Он ответил, что камни образуются оплодотворением через солнечный ветер. Ну вот невероятно, это трудно поверить, но я верю. Значит, маточной клеточкой является песчинка СО2. А оплодотворяет её, как сперматозует, сущность, которую несёт солнечный ветер. И вот так из этой оплодотворённой песчинки начинают расти разные камни. Так вот, мои дорогие, вот эти замечательные камушки, ну вроде бы невзрачные, это ваше спасение, если вы компьютерщик. Глаза же устают, напрягаются. Вам стоит на 2-3 минуты вот так посидели, подержали. Эти камешки вытягивают усталость из ваших глаз, а свою энергию передаёт. И за счёт этого ваши глаза свежеют, острота зрения восстанавливается, и вам не так тяжело работать. Вам болит голова, не дай Бог, как говорится, ну куда деваться. Дело обычное. Что делаем? Вот этот камень, который вы купите один раз на всю жизнь, и который стоит не так дорого, приложили к голове, подержали минут 10-15, боль уходит. У вас болит ухо, вы его нагрели в животе, в горячей воде, положили к уху, ваше ухо получает ушное отверстие энергию, а если вы ещё один камень положили, вот так вот, то потоки энергии встречаются и прогревают у вас там внутреннее ухо тоже. Вот вам вечные целители. у вас болят суставы, допустим, нагрели, приложили, засыпаете, так спите. Я сплю, значит, я на одном камне сплю, другой камень у меня сверху, на боку, третий я кладу на сердце, четвёртый я кладу на живот, на живот, вот так мы спим, в пятеро. камни нагреются за ночь, ну, через какое-то количество часов. Я их снимаю, а потом вложу следующие. Я их обожаю, у меня их много, но я разлучаться с ними не могу. И вам очень советую. И это же, понимаете, вот оно истинное богатство, не бриллианты, не золото и платина, вот оно истинное богатство и целители, и друзья. И кроме того, они облагораживают атмосферу своим позитивным излучением. Они нейтрализуют геопатогенные зоны, они нейтрализуют отрицательное излучение компьютеров, телевизоров. То есть, таким образом вы приобретаете потрясающих природных целителей. У многих у нас с возрастом от остеохондроза начинают неметь руки. Что делаете, дорогие? Легли спать? Ну, лечить надо, конечно, я не говорю. Камень вас не вылечит, но болен у вас снимет. Ложитесь спать, положили руки на камень, всё, рука неметь у вас не будет, потому что в руку отсюда всё время поступает энергия. А что сделает энергия? Энергия расширит сосуды и кровеносные, и лимфатические, энергетические, а сосуды напитают энергией нервы и свежей кровью, так чего им не иметь? Они не имеют, когда они лишены питания. А вот у вас катализатор питания, который ничего не просит, который только отдаёт, но который надо поблагодарить и даже поцеловать. так, мои дорогие. Ну, что вам ещё рассказать? Рассказывать можно очень много. Плиз. Эндис, это вообще какая красота немыслимая. Немыслимая красота. А энергия, друзья, терпетум мобили. И вот так, если бы я держала руку, она крутилась бы и крутилась бы. Не думайте, рука дрожит, это от того, что я кручу. Вот я кручу. Вот это вот я кручу. А здесь, смотрите, идёт отдача на руку. Допустим, вы стреляете из ружья, идёт отдача на плечо. А у меня идёт отдача на кисть и на предплечье. От того, что вращается рамка, какой-то момент приводит в дрожание руку. Я вам очень всем советую обзавестись этим замечательным даром Творца и природы, который будет помогать вам, вашим внукам и правнукам. И он не разобьётся, даже если упадёт на пол, потому что они полу, они тяжёлые, но они бесконечно целебные. Дорогие мои, я очень рада встрече с вами. Субтитры создавал DimaTorzok